Ну что, дорогие мои, кто был со мной в прямом эфире и готовил вот такую красивую, великолепную рыбу-терпук в батоне? Да-да, у нас сегодня подача в батоне. Так, ну что, дорогие мои, давайте посмотрим по нашей рыбке. Хвост я завернула в прямом эфире, да, видели, я завернула его в фольгу, и он у меня там прилип, по хвосту. Давайте, я думаю, что хвостик нужно, если так вот подавать, можно, в принципе, подавать и без хвоста, да? Но если подавать с хвостом, то, наверное, нужно где-то в середине минут за 10 до окончания выпекания прикреплять его минут за 10 и не заворачивать, а то он меня просто там отсырил и прилип к фольге, значит, так, по хвосту. Так, по подаче голова держится на шпажках нормально, но смотрите еще, если блюдо у вас будет большего размера, и у вас будет батон большего размера, или на лаваше у вас голову не придется вот так вот прикреплять на зубочистке, как я это сделала. У меня просто маленькая форма. Так, видите, что по поеданию, по поеданию, селивай за стол, ну что, разрезает ваш сингенин, потом у вас будет кушать, в принципе, все режется на порционные кусочки. Одна порция пошла, вторая порция пошла. Так вот с хлебушком вы его и поедаете. Разрезается, батон, батон разрезается, и получается вот такая вот у нас порция. Все, в принципе, решаемо, все. Вот, получается вот такая целая сытная порция. Да? Хватит ведь? Хватит. А если батон будет больше, соответственно, и порция будет больше. Дев, рекомендую, приготовьте интересным и сытным. Ну что, потихонечку приступаем. Значит, у меня батон, опять говорю, у меня батон небольшой, батон такой, какой у меня был в магазине. Но я взяла бы батон гораздо большего размера, чуть ли не в два раза бы. Ну, убираем корочку, убираем всю мякоть. Оставшаяся корочка, оставшаяся мякоть может пойти на сухарную панировку, если ее поломать, засушить в духовочке. Либо сделать пиццу из оставшейся половиночки. Значит, рыбка терпуга у меня оттаяла. Ну, разделываю рыбку обычным, стандартным способом на два филе. То есть я ножом, стеночкой ножа срезаю, как сказать, чувствую позвоночник внизу и разделяю. Хвост оставляю на украшение. Разделяю на два филе. Обрезаю все ненужные косточки, которые тут, реберные косточки, обязательно обрезаем. Ну, до максимала, чтобы меньше было в рыбе косточек. Срезаем оставшуюся часть позвоночника. Ну, вот смотрите еще такой момент. Допустим, лично я в терпуке, знаете, я терпу съедаю с кожей. Вот правда говорю. Мне кожа не мешает, но в этом случае я решила кожу снять. Кожа снимается довольно-таки легко. Ну, и так поступаем с обеими. Половинками филе. Значит, у нас подготовлена вкусная соль для просовочки. И давайте еще пока по рыбке. Значит, такое блюдо можно приготовить абсолютно из любой рыбы. Это может быть скумбрия, это может быть, я не знаю, быть сибас, какое форель, горбуша, в конце концов. Любую рыбу можете подготовить, не обязательно терпу. Но терпу, конечно, очень вкусная. Она в меру жирная, она не сухая. В общем, я очень люблю терпу. Прям, знаете, рекомендую попробовать эту рыбку. Скоро весна, скоро будем коптить терпук. А, кстати, уже скоро будем коптить, да. Скоро будем коптить терпук, уже весна и так. Все, зачищаю оставшиеся косточки. Духовка у нас разогрета на 180 градусов. Обычно наша стандартная температура. Картошечка, смотрите, у меня две крупные картофельные. И было три таких замороженных кругляшка шпината. Шпинат я проварила, пробила блендером. И сейчас я все это смешиваю толкушечкой во единую смесь. Добавила вкусную соль. Толку я сегодня делаю на воде, на бульоне. Кто-то делает, кто-то добавляет масло, кто-то добавляет сливки, молоко. Я сегодня просто делаю на воде для себя. Так что смотрите, тоже пюрешку делайте на свое усмотрение. Вместо шпината можно добавить куркумы. У вас будет желтая смесь. Так, подготовленный подсушенный багет. Я его подсушила в духовке, забыла сказать. Чуть-чуть подсушила. Прокапала его зеленым маслом. Выкладываем нашу зеленую пюрешку. Выкладываем. Ну и начинаю сворачивать вот эти филе, которые я сделала. Я их разделила на четыре части. То есть вдоль разрезала, получилось у меня четыре розочки. Можно, конечно, сделать просто пластиночками порезать сантиметров по пять и забить вот эту массу вот этими пластинками. Но я решила сделать все-таки цветочки. Но захотелось мне цветочки, видимо, потому что весна. Вот филе немножечко расползается. Я решила подкрепить зубочисткой. При подаче зубочистку мы с вами вытаскиваем. Она не должна оставаться в мясе рыбы. Ну вот, первый этап у нас сделан. Сейчас будем... Так, итак, значит, у меня вот такой широкий, широкая такая насадочка. В принципе, у кого насадки нет, можно просто сделать чик по конвертику и образуется дырочка. Делаю, как обычно, все экспромтом, ничего не знаю, как получится. Отсаживаю. Так. Оп, как красиво получается. Ой, какие цветочки получаются красивенькие. Ой, какая красота. Только места мало. То есть места для гарнира мало. Конечно, хочется, батон напрашивается побольше. Как-то бы еще потеснее бы сдвинуть, сюда что ли сделать. Вот так еще сделаю. Ну, пусть будет так. Так, ну вот еще сюда. Хочется, потому что картошечки как-то побольше. Чтобы соответствовало, то получается рыбы много, а картошки получается мало. Как-то так. Ну вот пусть будет так. Так, и так, значит, у меня вот такой широкий, широкая такая насадочка, в принципе, у кого насадки нет, можно просто сделать чик по конвертику и образуется дырочка. Делаю, как обычно, все экспромтом, ничего не знаю, как получится. Отсаживаю. Так. О, как красиво получается. Ой, какие цветочки получаются красивенькие. Ой, какая красота. Только места мало. То есть места для гарнира мало. Конечно, хочется, батон напрашивается побольше. Как-то бы еще потеснее бы сдвинуть, сюда что ли сделать. Вот так еще сделаю. Ну, пусть будет так. Ну, вот еще сюда. Хочется, потому что картошечки как-то побольше. Чтобы соответствовало, то получается рыбы много, а картошки получается мало. Как-то так. Ну, вот пусть будет так. Так, ну что, попробуем, да? Опять же эксперимент. Опять не знаю, как и что. Почему-то хочется мне сделать именно рыбу, чтобы у меня было, чтобы было рыбу видно. О, ой, как хвостик лег. Понятно, что его никто есть не будет, но это чисто подача. Так, голова. Ну-ка, головушка, иди-ка сюда. Иди-ка сюда, дорогая головушка. Голову тоже никто есть не будет совершенно. Но мы тоже ее сюда прикрепляем. Ну, разве ли не чудо, а? Проколется, не проколется? Разве ли не красота? Эх, лезь, 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 давай, лезь, черт возьми, опять ругаюсь. Она не лезет, она не лезет, блин. Не лезет голова, представляете? Как вот мне ее, как, 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 как не ее, как удержать? Ну, хотя бы так. Придержу, чтобы она не отвалилась. Хотя бы так. Так, ну что? Продолжение следует...